Зянлань, даже если я, Лу Цзинь Чи, умру, я умру вместе с тобой. Лу Цзинь Чи, ты что делаешь? Что я делаю? Ты воспользовался амнезией моей жены, обманул и похитил ее. Это я спрашиваю у тебя, что ты делаешь, Сыян? Вы уже в разводе, а у нас с ней отношения. Пожалуйста, отпусти ее, не беспокой ее больше. Мои отношения с Зянлань тебе не понять. Я и не понимаю, но я знаю, ты сильно ранил ее. Рядом с тобой она всегда несчастлива. Именно из-за тебя она стала такой, это твоя вина. Если ты правда заботишься о ней, не появляйся больше в ее жизни. Я думал, после того раза мы больше не сможем выпить. Сыян, если отменишь свадьбу, я помогу тебе возродить Сыцзя. Мы знакомы больше десяти лет. Как думаешь, какой я человек? Моя Сыцзя несравнима с компанией Лю Групп. С самого детства. Все думают, что я подлизываюсь к тебе и хочу выслужиться. Ты считаешь, что я у тебя на побегушках. Но только я знаю, что я правда считал тебя своим братом. Послушай, я никогда не считал, что ты на побегушках. Ты мне как брат. Так что я никогда не жаждал того, что у тебя есть. Я никогда не завидовал тому, что ты красивее меня. Я был с тобой откровенен. Так же, как и сейчас, кроме Дзянлань. Я не отдам ее тебе. Я тоже. Помнишь, когда мы учились в школе? Ты подрался с кем-то из соседней школы. И я тебя отнес в медпункт. Продолжение следует. Продолжение следует.